Недельная глава И на что я хотел бы обратить внимание. На самом деле, жизнь Сары, эта глава получила вот такое название не просто так. Есть определенное правило, которое нам показывает, собственно, оно определяется таким образом. Название главы получается из одного из первых ключевых слов этой недельной главы. И, соответственно, и было жизни Сары сто лет. Собственно, вот из этих вот слов жизнь Сары, эта глава получила свое начало. Но мы знаем, что деление это было условно, деление это было произведено, собственно, раввинами. Но при всем при этом мы должны понимать, что не все просто так в нашей жизни происходит. И если это название получилось, оно наверняка должно иметь какой-то более глубокий смысл, чем просто механическое название, по первым словам. И действительно, в этой главе есть очень интересные моменты, показывающие то, как жизнь Сары продолжала влиять на жизнь Авраама даже после ее смерти. То есть она уже в могиле, но то, как она жила, чем она жила, к чему она стремилась, продолжало оказывать влияние на Авраама. Эта тема, на самом деле, достаточно такая обширная, и она требует не 10-минутного исследования, но, вот скажем, к примеру, такой момент, что вот Тора нам говорит, что когда Сара умерла, она умерла в Кириат-Арбе, тогда как Авраам жил в Бер-Шеве. И он пришел ее хоронить. И интересно, что после смерти Сары Авраам сам там поселяется. Ну, то есть мы сейчас не будем разбирать, собственно, вопрос, почему Авраам и Сара жили в разных городах последние годы своей жизни. Это тоже отдельная тема. Но интересно то, что если еще при жизни Сары Авраам предпочитал жить в Бер-Шеве, то после смерти Сары, собственно, Сара повлияла своей смертью на выбор Авраама именно своего дальнейшего места проживания. И более того, он совершает там покупку для захоронения Сары. Это тоже очень интересное событие. Кстати говоря, оно на самом деле является исторически значимым для еврейского народа и, собственно, для всей западной цивилизации. Почему? Потому что приобретение земли, владение землею – это важный факт. Из Писания мы можем видеть, что и Бог уделяет этому очень много внимания, и, собственно, и люди в Завете также уделяют этому достаточно серьезное внимание. Значит, и что мы можем увидеть? Авраам, изначально приходя к Санамхета, он изъявил желание приобрести пещеру для захоронения. Значит, и там интересная сцена. Знаете, вот когда-то давно, я не знаю некоторых нюансов, особенностей торгов на Востоке, думал, что Аврааму хотели просто подарить эту пещеру, признавая его авторитет. Ну, на самом деле не все так просто. Как я узнал некоторое количество лет назад на Востоке, вот ты, скажем, на турецком базаре, хочешь что-то купить, тебе говорят – да забирай бесплатно. Но бесплатно никто не отдаст, потому что это только начало торгов. На Востоке так принято торговаться, высказывать уважение своему покупателю, предлагая ему бесплатно, но предполагается, что сейчас завяжется разговор, и мы будем торговаться. У нас как-то наоборот, приходишь на привоз, сколько это стоит – 10 гривен, а дешевле. Понимаете, менталитет. Там отдают бесплатно, а потом цену подымают. Тут называют максимальную цену, потом снижают. Так вот, на самом деле, вот интересный момент. Авраму проявили почтение, и он поклонился сынам Хета. Вообще в этой истории он дважды кланяется. Он поклонился за то, что к нему проявили уважение, называя князем Божьим. Дальше разговор завязывается таким интересным образом. То есть Аврам, понимая, что надо платить, он, собственно, всегда готов платить. Это, между прочим, очень хорошая черта. К сожалению, Советский Союз в нас вживил страсть к халяве. Из Писания мы можем увидеть, что это не лучшая черта для человека, потому что праведники всегда старались приобретать. И это, на самом деле, очень важно. Почему важно? Ну, скажем так, идея простая. Если ты не хозяин этого, то тебя могут в любой момент попросить. С этим знакомы все, кто когда-то где-то что-то одалживал или арендовал. Мы сейчас находимся в арендованном месте. Причем ситуация такая, что и попросить могут в любой момент, и отпустить отпустят только тогда, когда сами решат. И была бы совсем другая ситуация, если бы мы владели чем-то своим. То есть Аврам это прекрасно понимал. Ему говорят, можешь хоронить свою жену. Да, он мог похоронить, но в любой момент ему и его потомкам могли сказать, извини, это земля наша, и нам все равно, кто здесь похоронен. Земля наша, что хотим, то и делаем. Значит, Аврам изъявил желание заплатить, и он говорит, поговорите с Эфроном, чтобы он мне продал эту пещеру. А Эфрон говорит, слушай, я тебе и пещеру отдал, и землю отдал, хорони. Ну, то есть, опять же, вроде бы как дарит, да? Ну, на самом деле, опять же, нужно понимать тонкости вот этих вот восточных переговоров. Никто не дарил. Значит, Аврам говорит, ты скажи, сколько стоит, тут называют цену. Но интересный момент, как бы Аврама ставят в определенные рамки. Ты хочешь пещеру, ты ее купишь только в том случае, если ты купишь это вместе с полем. Я цену назвал 400 шекелей. И, как бы, вот комментаторы говорят, что это была очень большая цена. Ну, Аврам согласился заплатить эту цену. Он заплатил. И вот интересно, что когда было озвучено предложение приобрести пещеру вместе с землей, Аврам тоже поклонился. Вопрос, а за что он здесь поклонился? Значит, некоторые комментаторы утверждают, что Эфрон, как бы сам не понимая того, преподнес Авраму некий очень интересный урок. Для чего, собственно, нужна была пещера? Для захоронения Сары. Это было бы памятным местом, куда потомки могли бы приходить. Ну, существует у людей такая традиция посещать могилы своих предков. Но какой в этом был еще интересный пророческий смысл? Собственно говоря, земля, это изначально была обещана Авраму. И обещана она была не для того, чтобы в ней хоронить своих людей, а для того, чтобы на ней жить. Эфрон, сам того не понимая, делал некие вещи, которые Авраму раскрывали глаза на то, что, собственно, земля действительно нужна не столько для того, чтобы здесь организовать памятник своей жене, сколько тому, что поле, для чего оно нужно. Для того, чтобы его возделывать, получать урожай, то есть для жизни. И как бы, неким образом, Эфрон преподносит такой интересный урок, что на самом деле память о прошлом не может быть полноценной, если она своей целью не имеет жизнь. Понимаете? Память без жизни, она бессмысленна. Зачем нам помнить о своих родных, о своих каких-то подвигах и достижениях, если мы видим в этом только прошлое. Но когда мы видим в этом еще и будущее, и нужно понимать, что Аврам еще был пастухом, но Бог имел в своих намерениях эту землю для своего народа, для того, чтобы они, будучи на своей земле пастухами, они также стали и просто земледельцами, то есть возделывали землю и получали урожай. Собственно говоря, в дальнейшем этот образ очень интересно распространяется на все царство Божье. Сын человеческий, который сеет семя, собирает урожай, жатва созрела. То есть это на самом деле образы царствия. Это не просто пастухи, это еще и земледельцы. И интересно, что в действительности вот это место, которое Кирия-Тарба называлась, Хеврон, значит, это одно и то же место, оно действительно становится центром, ну очень важным центром для еврейского народа на протяжении всей истории существования. И более того, есть еще один такой момент в сознании людей Востока. Значит, человек, который отказывается от могил своих предков, собственно говоря, отказывается от того, что он является их потомком. И вот сейчас, на данный момент, в отношении Хеврона, собственно говоря, за Хеврон идет борьба между Израилем и Палестиной. В свое время, когда этот город и пещера Махпела была отвоевана у Иордании, к сожалению, руководство Израиля приняло решение вернуть пещеру палестинцам. И это для палестинцев является, для арабов является свидетельством того, что евреи отказываются от этой земли. Они отказываются от своих претензий, они отказываются от своего права на эту землю, потому что они отказываются от своих корней, от своего прошлого. То есть так устроен образ мышления араба. И этот момент в этом конфликте очень важно учитывать, потому что, к сожалению, в Израиле сейчас далеко не все это понимают. Но как бы это политическая ситуация. На самом деле, касательно духовного, действительно, если мы не знаем своего прошлого, если мы его не ценим и пренебрегаем им, то мы отказываемся от него, мы отказываемся от тех заветов, от тех благословений, которые Бог имеет для нас. Это важный урок. И еще один интересный момент из этой недельной главы. Ну, это больше, наверное, к молодежи относится. Но, я думаю, и не только к молодежи. Значит, Аврам посылает Элеезера к себе на родину, в Харам, для того, чтобы там найти невесту. И может показаться с первого взгляда, что Аврам посылает неизвестно куда, чтобы привезти неизвестно кого. Но внимательное прочтение текста показывает, что, во-первых, Аврам обладал некой информацией, которая давала ему уверенность, плюс отношения с Богом также. Его утверждали в правильности этих решений. Если мы посмотрим конец предыдущей главы, это Бытие, 22 глава, с 20 стиха. И было после этих событий сообщено, было Авраму сказано, «Вот, и Милка родила сынов Нахору, брату твоему, Уца, первенца его, и Буза, брата его, и Кемуэла, отца Арама, и Кеседа, и Хазой, и Пилдаша, и Идлафа, и Бетуэла. Бетуэл же родил Ривку. Восьмерых этих родила Милка Нахору, брату Аврама». Значит, смотрите, тут рассказывается о рождении детей у родственников Аврама. И среди всех этих имен, вот в отношении возраста, соответственного возрасту Ицхака, есть только одно женское имя. Собственно, там перечисляются только мужские имена. Есть только одно женское имя — Ривка. То есть Аврам знает, что на его родине есть девушка, которая по возрасту подходит его сыну в невесты. Ну, это один момент. Другой момент. Когда он отправляет Элеизера, кстати говоря, Тора напрямую не называет его по имени, но по описанию этого раба, значит, можно, в принципе, сделать вывод, что это был именно Элеизер. И это был именно тот человек, которого Аврам хотел сделать наследником всего того, что у него было, пока у него не было сыновей. Значит, вот это у нас Бытие 24 глава. С первого стиха. «Аврам был стар и в летах преклонных, а Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него, положи руку твою под бедро мое, и я закляну тебя Господом, Богом небес и Богом земли, что ты не возьмешь...» Ну, тут я сразу хочу обратить внимание, что это был человек, который на протяжении десятилетий был верным управителем в доме Авраама. И у Авраама не было оснований ему не доверять. Но при всем при этом, когда он излагает свое поручение, миссию Элиазеру, он его заклинает. То есть это намного сильнее, чем просто отдать приказ. И Элиазер это прекрасно понимает. И вот он говорит, «Я закляну тебя Господом, Богом небес и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему, жены из дочерей канонейца, среди которого я живу, но в мою землю и на мою родину пойдешь и возьмешь жену, сыну моему Ицхаку». И сказал ему раб, «Может быть, не захочет женщина эта идти со мною в эту страну? Должен ли я возвратить сына твоего в страну, из которой ты вышел?» И сказал ему Авраам, «Берегись, не возвращая сына моего туда. Господь Бог небес, который взял меня из дома отца моего и из страны рождения моего, и который говорил мне, и который клялся мне, говоря, потомству твоему отдам я эту землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти за тобою, то ты будешь чист от этой клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою на бедро Авраама, господина своего, и клялся ему в этом». То есть, смотрите, Авраам его заклинает и ставит перед ним задачу пойти в землю Авраама для того, чтобы найти ему невесту. Авраам уже предполагает, что кандидатура есть. Более того, он утверждает, что Бог небес и земли, который благословил меня и обещал землю мне и потомкам моим, он пошлет с тобою ангела. То есть, Авраам не сомневается в том, что Бог будет сопутствовать. То есть, для Авраама это важно, для Бога это важно. Авраам в этом не сомневается. И вот Авраам посылает этого человека. У человека есть... Ну, постольку-поскольку дальше по Писанию мы видим, что Элиезер называет Бога Авраама Богом моего господина. То есть, собственно говоря, при том, что это был порядочный и верный человек, как бы у него не было своих личных отношений с этим Богом. Значит, и для него, собственно, был вопрос. Он понимает, что, ну, как мы видим дальше, существует такой момент, что девушки предлагают, собственно, высказать свое мнение. То есть, в семье Авраама было так, то есть, в семье его предков. И Авраам был с этим прекрасно знаком, что девушек насильно замуж не выдавали, у них спрашивали разрешения. Значит, и, соответственно, Элиезер говорит, хорошо, ну, а если она не захочет? Авраам не сомневается в успешности этой миссии. Но Элиезер, не имея отношения с Богом, он сомневается, и поэтому Авраам говорит для успокоения Элиезера, говорит, послушай, ты сделай то, что тебе сказано, и тогда ты будешь свободен от своей клятвы. Только сделай так, как тебе сказано. И ключевой момент, очень интересный, очень важный. Значит, смотрите, есть два необходимых условия. Значит, условие первое. Ицхак должен обязательно оставаться в обещанной земле. Ни под каким предлогом он не должен выйти из этой земли. Даже для того, чтобы выполнить второе важное условие. Жениться именно на дочери из народа Авраама. То есть, ну, возникает вопрос, почему именно дочь из народа Авраама? Ну, судя по всему, потому что мировоззрение семьи Авраама было ближе к тому образу жизни, которым Авраам жил, чем мировоззрение тех народов, среди которых Авраам жил. Значит, и, собственно говоря, смотрите, два важных условия. Находиться в рамках завета, живя в этой земле, и жениться правильным образом, так как Бог этого желает. И что важнее? Из слов Авраама мы видим очень интересную вещь, что если у тебя сейчас не получается жениться так, как этого хочет Бог, то это не значит, что ты должен сам себе искать жену там, где тебе этого хочется. Даже если с твоей точки зрения эта жена правильная, этот брак будет правильный, но ты должен все равно оставаться в рамках завета, в рамках взаимоотношений с Богом. И тот, кто действительно имеет отношение с Богом, он не сомневается, что в свое время Бог приведет. Но тот, кто сомневается, он может выйти из завета с Богом, ну, то есть номинально вроде бы как оставаясь, я же хожу в церковь, там, собрание, я же там читаю описание, ну, ладно, там, я женился, Бог же ж Бог любви, Он это благословит, Он это поощрит. На самом деле это опасный путь, потому что это путь выхода из заветных отношений с Богом. Если мы Богу доверяем, то находясь в рамках завета с Богом, мы будем ждать, пока Бог сложит все таким образом, что исполнятся оба условия. А Он об этом обязательно позаботится. Поэтому давайте держаться Бога прежде всего, потому что только от Него исходит благословение в том земном, что Он нам дает. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok